Прикоснуться к учению калачакры поехали буддисты со всего мира. Хотя основной наплыв ожидается с 14 по 18 июля, уже сейчас на центральном стадионе ощущается особая атмосфера. Такая чистота, спокойствие, охота улыбаться постоянно. Очень довольны. Иногда слезы появляются от радости. Это не горькие слезы, это от радости слезы. Учение калачакры имеет особый смысл. В последний раз в России оно проходило в 2005 году. Чтобы его дать, нужно получить особое разрешение от Далай-Ламы 14-го. Он проводит учение сам или посылает ученика. К нам приехал великий учитель Жадоримбыч, ученик его священства Далай-Ламы. По наставлению Далай-Ламы он приехал. Если есть возможность, приходите, поучаствуйте, примите Дуин Харман посвящение калачакры. Это остается отпечаток. Она отразится может в этой жизни, может в следующей жизни, но очень редкое учение. Во время посвящения будет создана песочная мандала. Считается, что ее созерцание благоприятно влияет на умы людей, оставляя положительные отпечатки в потоке сознания. Ритуал оказывает благотворное влияние на судьбу страны и всех населяющих ее народов, очищает пространство и вносит гармонию в отношения между людьми, направляя их помыслы к созиданию. Молебны начинаются с 5 утра. С 17 до 21 часа проходит само учение. Ожидается, что в Алан-Удэ прибудет более 20 тысяч паломников из Монголии, стран СНГ и регионов России. Вход на учение бесплатный. Надежда Хлыстова, Вячеслав Батоев, Новости дня.